Друзья, я приветствую вас на нарративном раскладе. Сегодня мы с вами будем рассматривать очень интересную тему. Для чего он пришел в вашу жизнь? Мы с вами сегодня находимся поистине в волшебном моменте. Тут у нас коридор затмений, и солнечное затмение, и новолуние. В общем, как раз самое время настраивать себя на позитив. И еще раз пересмотреть список своих желаний. И, в общем-то, это время сулит нам много приятных свершений и изменений в нашей жизни. Я вас традиционно хочу поблагодарить вначале за поддержку моего канала донатами, за лайки, за комментарии. Я все читаю. В предыдущем видео вы откликнулись на мою просьбу и написали, откуда вы смотрите мои расклады. Я, в общем-то, впечатлена географией. В общем-то, им есть и Мадрид, и Пенза, и Сибирь, и Владивосток, и Минск, и Самара. В общем, очень много городов. Огромное спасибо, что вы откликаетесь. И беседуете через комментарии со мной. Мне очень приятно. Я все читаю. Итак, дорогие мои, сегодня мы с вами изучаем тему с помощью нарративного расклада и замечательной колоды карт. Для чего он пришел в вашу жизнь. Ну и учитывая, в какой момент мы делаем расклад, да, прям практически в солнечное затмение, которое начинается около 9 вечера в субботу 14 октября и продлится до 8 утра воскресенья, будем считать, что этот расклад у нас имеет особую силу, да, и заряжен на исполнение всех ваших желаний. Итак, вы сегодня, ваш загаданный человек, его настроение на данный момент. Что происходит сейчас между вами? Для чего он пришел в вашу жизнь? И что ждет вас в будущем? Итак, вы. Тройка Пентакли говорит о том, что вы сейчас находитесь в каком-то сотрудничестве, в творческом союзе, в коллаборации. Вы сейчас, может быть, либо увлечены каким-то делом. Может быть, вы в компании со своими друзьями, или это кто-то из ваших родственников и семьи заняты каким-то проектом совместным. Вы, в принципе, сейчас находитесь в таком настроении, знаете, готовности вступать в коммуникации. То есть здесь нет даже намека на то, чтобы посижу-ка я дома еще один погрущу. Нет. Это как раз стремление к общению, к выстраиванию отношений, к нахождению каких-то компромиссов, да, к каким-то договоренностям, обсуждение каких-то элементов творческих, каких-то начинаний, опять же, проектов. Может быть, это даже связано, не знаю, с интерьером дома, с какой-то перестановкой, с архитектурным проектом, с ремонтом. В общем-то, здесь идет какое-то вот такое совместное, очень увлеченное обсуждение каких-то нюансов. Вы не один, вы в компании. Да, и чувствуете вот это вот как бы товарищество, плечо. То есть вы в очень таком хорошем, позитивном настрое на взаимоотношения. Вот ваше настроение. Загаданный человек. Загаданный человек, Паш Мечей, да, в каком-то смысле, это такой человек, знаете, как характеристика такая ведущая, это называется вот палец в рот не клади. Человек острый на язык. Человек в каком-то смысле такой подозрительный, который, в общем-то, не очень привык верить на слово. Действительно человек остроумный, достаточно прозорливый, но как оборотная сторона этого качества, это вот именно желание, ну что называется, всех, кто ему попадается на пути, как бы вот потестить, да, и вот так сказать проверить их на пригодность, да, устроить им некую экзекуцию, испытание. То есть это человек, который вот находится именно вот в каком-то таком азарте человека испытать вот что-ли на прочность. Вот, ну опять же, это может быть впрямую означает, что это человек, который у вас моложе, и представитель там знаков зодиака, таких как близнецы, водолей или весы. Вот если вам откликается, давайте с вами посмотрим. Что сейчас происходит в жизни загаданного человека? Ну посмотрите, да, в общем-то у нас подтверждает действительно, что вот именно находится он в таких вот энергиях мечевых, да, это человек, который, в общем, чаще всего руководствуется именно логикой. А сейчас он испытывает дискомфорт, связанный с тем, что он осознает какие-то свои ограничения. Причем это ограничения могут быть вполне физические, да, ну вот как невозможность, например, вырваться из обстоятельств, например, куда-то поехать, куда бы ему хотелось. Так и на ментальном уровне это ограничения психологические, то есть на уровне каких-то установок и убеждений. То есть в скованном достаточно положении он находится. При всем при этом рыцарь мечей, да, это же у нас такая карта провокатора, это вот желание, ну в каком-то смысле даже самого себя из этого когнитивного диссонанса вывести. Эту ситуацию, вот этой невозможности действия спровоцировать как раз на то, ну как это называется, раскачать лодку, да, своих жизненных обстоятельств, для того, чтобы очутиться как раз в более благоприятном и комфортном положении, да, а именно вот по четверке жезлов приблизиться хоть как-то вот к этой вот оптимистичной картине жизни. Здесь у нас одинокая фигура и здесь, а стремление, в общем-то, в его сознании, в подсознании есть именно к обретению вот этого счастья и гармонии в отношениях. То есть довольно противоречивые такие чувства сейчас переживает загаданный вами человек, но очень стремится всячески как бы эту ситуацию поменять к более позитивному сценарию. Что сейчас происходит между вами? Вот что у него мы с вами посмотрели. А между вами что? Ну, скорее всего, да, вот у нас здесь двойка пентаклей, отшельник и туз мечей. С одной стороны, человек, опять же, да, ну не человек, вернее, а вы каждый со своей стороны, то есть ваши отношения представляют из себя попытку приспособиться, что ли. С одной стороны, не потерять свой комфорт, да, и не уйти с насиженного места, то есть каждый держится за то, что он уже в жизни имеет. С другой стороны, понимает, что если не выбирать и не менять, то вы друг к другу не приблизитесь и останетесь вот в этой вот позиции отшельника по отношению друг к другу. В каком-то смысле отшельник карта хорошая, потому что периодически погружаться вот в это состояние интроспекции, вот этого внутреннего путешествия, да, в свои какие-то потаённые желания, в какие-то свои истинные потребности. Это хорошая карта, очень такая полезная и экологичная, то есть периодически оказываться в этом уединении, чтобы проводить такую внутреннюю своеобразную ревизию, да. И в конце концов, в общем-то, вот это ваше внутреннее метание в отношениях, при этом сейчас, скорее всего, вы находитесь не вместе, а каждый находится в своей безопасной зоне, да, каждый в своем уединении, на расстоянии. И цель сейчас ваших отношений одна единственная, это попытка хотя бы как-то обрести какую-то ясность, прийти к какому-то окончательному решению, да, ну, как будто вот перерубить уже этот узел проблемы вот этим острым мечом, а найти правильное решение одной единственной вашей ситуации, то есть уже либо двигаться навстречу друг другу, либо признать, что эти отношения нежизнеспособны. Вот так карты видят сейчас ваши отношения. Для чего же был послан вам этот человек, да, для чего он пришёл в вашу жизнь? Посмотрите, тут одни жезлы, да, это уже прекрасно, замечательно. Потому что расклад у нас какой? В основе ваших отношений это туз жезлов, это карта потенции, энтузиазма, какой-то страсти, наполненности, какого-то невероятного такого, знаете, темперамента и на высоком градусе стремления друг к другу. Замечательная карта, когда речь идёт об отношениях. Вы понимаете, что сейчас для того, чтобы двинуться как-то вообще в новую жизнь, необходимость именно этого человека и его возникновение в вашей жизни связаны именно с тем, что через выбор идти с ним дальше вместе по жизни или выбрать что-то другое, или выбрать сейчас себя, или выбрать свою самореализацию, это путь, который вам позволит приблизиться к своему истинному назначению. Вот вы как личность проходите какой-то свой личностный рост, и этот человек вас в каком-то смысле подтолкнул именно вот к этому внутреннему самоисследованию. Но здесь самое замечательное, что у нас ещё имеется карта тройка жезлов, да? В чём посмотрите, да, по порядку у нас здесь. Тройка жезлов – это карта реализации новых каких-то начинаний, готовности, решимости идти вперёд. То есть в результате вот через эту страсть, через вхождение в вашу жизнь, отношений с этим человеком, вы обретаете себя и видение, чёткое видение и желание двигаться дальше в новую жизнь. Как будто бы у вас в каком-то периоде жизни вы почувствовали потерю смысла, да? Бывает такое, как будто бы вы из какой-то своей колеи вылетели, да? Но здесь, сейчас, вот через эти вот какие-то испытания в отношениях, через рефлексию, через исследование себя, через вот эту внутреннюю такую кропотливую психологическую работу вы придёте к пониманию, куда вам двигаться дальше и с решимостью будете это воплощать в жизнь. Ну и что же в будущем ваши отношения? Ребята, ну вы посмотрите. Ну это самая мощная, это самая позитивная карта колоды. Это невероятно. Ну и опять же, жезлы, жезлы и солнце, старший аркан. А сейчас, да, вот вы из этого состояния, когда вы всё-таки наберётесь решимости двигаться по новому пути, вы почувствуете в себе невероятный азарт. Вот по рыцарю жезлов, да, вот такой, знаете, дух авантюриста. То есть вы как на крыльях просто полетите в это новое. Естественно, это будет непросто сделать, потому что на пути вы столкнётесь с новыми вызовами. И это будет сопряжено с тем, что, естественно, вам надо будет выполнить какую-то определённую работу. Работа, которая может быть проявлена как и на внешнем уровне, так и сопряжена с какими-то внутренними переосознаниями. Это будет не очень просто. Но всё это увенчается невероятным счастьем, радостью и исполнением желаний. Карта солнца, да, в прямом смысле нам сулит исполнение всех ваших заметных желаний. Естественно, эти желания, если бы они доставались просто так, без прохождения определённого пути, да, скорее всего, они не были бы ценными для вас. Но здесь вы поймёте, что вы достигли того, чего хотели. Это имеет для вас определённый вес, невероятное значение в вашей жизни. Но вы придёте именно туда, куда вы хотели. И поскольку сегодня у нас этот расклад в такое невероятное, заряженное, магическое время, друзья, я думаю, что исполнение этого просто 200%. Я, во всяком случае, вам этого от души желаю. Давайте с вами в конце, да, ещё возьмём нейтральную, более, колоду. Колоду метафорических ассоциативных карт. Поскольку у нас сегодня непростое волшебное время, да, для расклада. Практически в самое начало новолуния. Мы с вами посмотрим, что ещё за подсказку, что ещё за знак Вселенная нам сегодня хочет послать. На ближайшее время, особенно ближайшие две недели, ну и когда бы вы не смотрели, в любом случае, всё, что вы захотите, всё, что для вас важно, из этого расклада обязательно в вашей жизни реализуется. Ещё одна подсказка от Вселенной. Позвони и скажи, что у тебя всё хорошо. Друзья, вы в комментариях часто пишите, да, что, допустим, я какие-то вкладываю смыслы, да, те, которые вам кажутся не совсем корректными. Метафорические карты замечательны тем, что только ваши интерпретации будут для вас самыми верными. Поэтому вы, если захотите, поделитесь, пожалуйста, в комментарии, как вы думаете, что вам хочет сказать Вселенная этим посланием? Позвони и скажи, что у тебя всё хорошо. Я всё-таки позволю себе, да, дать маленькую ремарку в качестве наводящего вопроса. Может быть, у вас есть какой-то важный, близкий для вас человек, с которым вы сейчас не общаетесь. И ваша пауза, очевидно, затянулась. И, может быть, вот эта фраза, такая, казалось бы, незатейливая, она позволит вам начать какую-то новую страницу вашей истории. Или, например, закрыть какое-то недопонимание. И уже с каким-то чистым, лёгким сердцем двинуться в новое. Друзья, вот такой сегодня получился чарующий, невероятный, волшебный, заряженный на исполнение желаний расклад нарративный. Я желаю вам, чтобы всё, что вам понравилось, обязательно у вас проигралось, реализовалось в вашей жизни. Я благодарю вас сердечно за донаты. Они очень помогают продвижению моего канала. Благодарю за лайки, за комментарии, за оформление подписки на мой канал. Все те, кто хочет сделать личный расклад, видео по запросу, по вашим индивидуальным ситуациям, найдите, пожалуйста, координаты под этим видео моего аккаунта ВКонтакте. И свяжитесь со мной через личные сообщения. Я расскажу, как и на каких условиях можно приобрести видео по запросу. Ну что ж, друзья, я вам желаю всего самого-самого лучшего по исполнению всех ваших заветных желаний и традиционно приглашаю вас на следующий нарративный расклад. Редактор субтитров А.Семкин